Многие уже наслышаны о том, что информация, поступающая в наш мозг из различных источников, оказывает существенное влияние на наше поведение, мышление и даже здоровье. Кстати, о связке со здоровьем мы уже говорили в одном из наших предыдущих видео. Рекомендуем его к просмотру тем, кто хочет научиться управлять своим мышлением и справляться с различными переживаниями. Ссылка будет в описании к видео. Итак, мы состоим из той информации, что потребляем. Наверняка многие уже и догадываются, откуда негативная информация к нам льется, и очередной раз кидаться камнями в западную сторону мы не будем, а предлагаем взамен в ближайшие 10 минут разобраться в основных принципах оболванивания человека, ведь чтобы с чем-то бороться, надо сначала это осознать и понять. Мы уверены, каждый найдет в нашем списке что-то, на что когда-нибудь попадался, а чего-то вы, возможно, и вовсе не замечали. Досмотрите ролик до конца, чтобы у вас сложилась полная картина происходящего. Для начала разберемся, на каком механизме все работает и к чему это нас ведет. Дело в том, что если свести все духовные учения до простых истин, то окажется, что каждый из нас рождается со своей неповторимой судьбой и своими задачами. А главное, с потенциалом энергии, необходимой для выполнения этих задач. Как же управлять таким человеком? И здесь хозяевам системы оболванивания на помощь приходит знаменитый принцип, сформулированный еще Макеавелли и известный гораздо раньше. Если не можешь победить толпу, возглавь ее. Возглавь, чтобы направить туда, куда тебе нужно. Если спуститься на рациональный уровень каждого человека, то выходит, что нашу энергию, энергию, необходимую лично для наших целей, хотят взять и куда-то перенаправить либо в нужное хозяевам русло, либо, извините, в помойку. В этом, по сути, и состоит управление. Для того, чтобы все это получилось, надо держать человека на низком уровне осознанности. Проще говоря, надо занять его голову и мысли такими проблемами, стремлениями и желаниями, которые будут отвлекать его от главных задач в его жизни. Задач, которые ставит перед собой на глубинном уровне сам человек. Для разграничения вот этих уровней осознанности наши предки выделяли четыре ступени развития личности. Жители, люди, человек, ну и четвертый божественный уровень сознания. Название четвертого уровня по-старому «Ас». Мы до сих пор говорим «летчик-Ас» или «Ас в любом другом деле», то есть достигший в нем божественного мастерства. Любой человек в процессе жизни может как путешествовать вверх по этим уровням, развиваясь, так и скатываться вниз, деградируя. Более высоким уровнем развития человека и уловком, приготовленным для них, будут посвящены следующие ролики из этой серии. А сейчас нас интересует непосредственно житель, ведь именно на этот уровень осознанности и стараются нас всех загнать. Основное отличие этого уровня в том, что жители живут в первую очередь инстинктами, сиюминутными потребностями своего тела и не планируют свою жизнь на сколько-нибудь длинный промежуток времени. Они плывут по течению. Надо понимать, что сам по себе типичный житель не является каким-то негативным или опасным для общества персонажем. Просто им проще всего управлять, то есть перенаправлять его энергию. И пропагандисты рождают все новые и новые ловушки, играя инстинктами и пользуясь неосознанностью жителей. Итак, 10 самых распространенных принципов оболванивания, которые закладывают нам в голову. Главное, что думают о вас другие люди. Зависимость от мнения окружающих появляется у людей не случайно. Причины могут быть разными. Но в целом этот процесс вполне нормальный, ведь человек – это существо социальное. Для выживания и развития ему нужны другие люди, и он всегда находится в определенной зависимости от их мнения. Просто в развитом благоустроенном обществе зависимость от общественного мнения помогает избегать негативных проявлений человеческой личности. А вот в обществе, где пропагандируется бессмысленность существования, похоть, жажда наживы и эгоизм, такая зависимость укрепляет эти проявления все сильнее. В каком мы с вами живем обществе, я думаю, вы догадались. Взрослеть совершенно не обязательно. Через СМИ, школьную систему и различные общественные институты с самого детства в ребенке культивируется бездумное инфантильное поведение, которое в результате затягивает его реальную готовность ко взрослой жизни. Система воспитания и образования выстроена таким образом, что в результате выпускник школы не имеет никакого представления о необходимой ему профессии и понятном жизненном пути. Детей просто маринуют в одном социальном институте и затем передают в другой. Одновременно молодому человеку навязываются пустые идеалы прожигателей жизни, в результате чего он и сам не хочет взрослеть и ничего решать. В итоге кипучий потенциал молодой энергии сливается в безделье, беспорядочные половые связи, тусовки, алкоголь и наркотики. Главное, чтобы не в собственное развитие. Здесь все начинается опять же с детского возраста, с семьи и продолжается в дошкольной и школьной системах. Разработано огромное количество методов, чтобы стимулировать в детях безошибочное поведение, то есть ту самую стандартность. И главный фактор – всевозможные наказания за ошибки ребенка. В то время, когда именно ошибки – это и есть необходимые условия развития человеческих способностей и единственный путь сотворения чего-то нового. Русский ученый Павел Яблочков в свое время допустил тысячи ошибок, прежде чем изобрел лампочку. Кстати, в свои-то 29 лет. И так с каждым великим и успешным человеком. А сегодняшний типичный житель настолько боится ошибиться и быть осмеянным и осужденным, что не способен даже подумать о чем-то нестандартном, новом и никому неизвестном. Или что-то кардинально изменить в своей жизни. Нас разучили мечтать. Ведь то, что не проверено, таит в себе массу ошибок и противоречий. Надо быть эгоистом, чтобы выжить. Эгоцентризм детского мышления – явление естественное для малышей до 3-5 лет. Но чаще всего эта особенность остается и в более зрелом возрасте. Суть в том, что такие люди не способны к настоящей дружбе и объединению на основе общей идеологии. Откровенные эгоисты всегда оказываются изгоями. Также эгоизм блокирует и подключение, и прокачку ресурсов чисто энергетически. Потому что определенные нашей душой цели и задачи не имеют с ним ничего общего. Ведь они в первую очередь направлены вовне. Покупать нужно без ограничений. Возможно, вы когда-нибудь встречали людей, которые тратят все свои деньги на дорогие вещи, а в итоге едят лапшу быстрого приготовления. Или влезают в долгосрочные кредиты, чтобы купить дорогой и модный автомобиль. Все это идеальные рабы системы. Дело в том, что желание современного жителя снова и снова покупать вещи, независимо от реальной потребности в них, решает огромное количество задач для системы оболванивания и управления. Во-первых, это превосходное средство снятия эмоционального стресса и слива энергии. Люди подсаживаются на это как на наркотик. Во-вторых, это способствует поддержанию и укреплению паразитирующего на человеке общество. Ведь для удовлетворения своих потребительских инстинктов люди залезают во все новые и новые кредиты, за счет которых живут и процветают банки. Порождается все больший спрос на товары, что стимулирует производителей. В-третьих, такое потребительство помогает усиливать ту зависимость от общественного мнения, о которой мы говорили ранее. Ведь основывается все на тех же шаблонах. Идеальная уловка, согласитесь? Убивать себя это красиво и приятно. Что приходит к вам в голову, когда вы слышите слово опьянение? Что-то теплое, приятное, какой-то праздник. Или вот такая картинка. А слово наркоман. Такой вот довольный хиппи. Или вот это. А заядлый курильщик. Вот он? Или все-таки он такой? Вы не задумывались над тем, откуда у вас в голове такие образы? Как это влияет на вас на самом деле? И то, и другое это совершенно разные ситуации, скажете вы и будете правы. Только отличаются они друг от друга примерно как середина лестницы, отличается от ее конца. Уже много лет огромное количество денег вкачивается в то, чтобы связать успех, богатство и счастье с удовольствием от самоуничтожения. Главное не показывать нигде результат. Проще поставить его на один уровень, например, с автокатастрофой. Это, мол, как несчастный случай, такое может случиться с каждым, и повлиять на это мы никак не можем. Совесть и благородство для дурачков. Давайте пофантазируем. Представьте себе человека, помогающего обездоленному. Или защищающего слабого, рискуя собой. Всегда говорящего правду, подбирающего мусор, или честного гаишника или полицейского. Не по себе, правда? Или смешно? В таких людей кидаются шаблонами ненормальных психов или просто дурачков. Потому что система выбила из нас гордость за нравственное поведение. Мы его стесняемся. Взамен нам дали так называемую рациональность, за которой можно скрыть все свои страхи и слабости. Зато теперь всем спокойно, когда бьют и унижают кого-то, пьют и мусорят, воруют и врут. Главное, чтобы тебя не касалось. Такое поведение гораздо удобнее для хозяев системы, чем непредсказуемое благородство и неконтролируемая совесть. Женщинам нужно бороться за свои права. Стирание гендерной обусловленности в том или ином деле, а также навязывание феминизма в разных его проявлениях – очередная уловка для молодого поколения. Независимость, своеволие, равенство – об этом твердят со всех экранов, при этом не связывая это с решением каких-то конкретных жизненных проблем. Здесь надо понять, что задача такой пропаганды не решить проблемы взаимоотношений, а наоборот создать их побольше, чтобы люди тратили свое время и силы на выяснение отношений. Наша традиция никогда не превозносила мужчин или женщин друг над другом, ведь понимание их разных ролей рождает гармонию между двумя половинками целого. Любовь – это глупость, есть только секс. Помните фразу «В СССР секса не было, зато была любовь»? Две взаимосвязанные, но такие разные стороны одной монеты. Дело в том, что живущий инстинктами человек, конечно, не может забыть о самых сильных из них – половых инстинктах. Но главное о том, что исправиться он с ними тоже не может. И если его не сдерживает ни одобрение общества, в нем просыпается самое, что ни на есть животное. А какой взгляд на сексуальную жизнь льется на нас с экранов телевизора, страниц романов и интернета, вы и сами знаете. Все это нужно, чтобы удерживать человека во власти этих инстинктов, не позволяя ему голову высунуть и направить энергию на пользу себе, своей семье или обществу. Здесь, как и в прошлом пункте, система диктует свои правила. Любовь, как высшая форма проявления божественного «я», ей не нужна. Ведь она творит и созидает, служит источником героизма и непредсказуемых поступков. Полных и благополучных семей не существует. Все вышеперечисленные пункты, конечно, взаимосвязаны с этим принципом оболванивания. Но все же надо на нем остановиться поподробнее. Давайте обратим свое внимание на популярные информационные продукты. Найдете ли вы хоть один фильм или сериал, где есть традиционная, полная, большая семья, и при этом она живет в счастье, достатке и радости? Если такой уникальный феномен вам попадется, пишите об этом в комментариях, мы все кинемся смотреть его с огромным удовольствием. А пока что для экранов СМИ это вроде как отсутствующий в реальной жизни парадокс. Совпадение ли? Поговорим об этом в следующих роликах. Это были самые простые уловки из арсенала рабовладельческой системы и далеко не все. Пишите в комментарии свои примеры, а для тех, кто не нашел для себя ничего нового и считает, что его уже ни на что не поймать, будет наш следующий ролик, в котором мы расскажем о том, как уводят в сторону самых умных и осознанных, и что же с этим делать. Пишите комментарии. Пусть под этим роликом соберется самая большая база шаблонов общества, которые мешают нам развиваться. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления. До новых встреч! Да пребудет с вами осознание!